Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, сегодня изготовим стример для поимки поверхностного окуня. Это стримерок, который гибрид вроде бы и поппер, и не поймешь для каких целей, но он изготавливался именно для поимки в толще воды, в предповерхностных слоях, кормящегося окуня. Но в то же время и щука хорошо отрезает, поэтому он изготовлен из материалов, которые мы сегодня не будем использовать, так как вы просили, будем использовать все подручные наши материалы. Давайте приступим. Крючок я взял обыкновенный, тот, который, как говорится, копеечный, находится во всех магазинах россыпью. И одел бусинку пластмассовую, которую покрасил флюоресцентным лаком. Лак я вам тоже показывал какой. Теперь нам необходимо с вами будет взять вот совсем немножечко, вот у меня имеется по остаткам вот такое перо флюоресцентное, и изготовить хвостик. Давайте приступим. Изготовили вот такой пучок, как вы видите. Ну, где-то, если его придавить, то получится, наверное, меньше ампулки. Теперь нам с вами понадобится как можно мягче, чтобы был мех. Или это песец, или это кролик, или какой-либо другой искусственный материал, но так, чтобы он был достаточно мягким, но и в то же время длинным. Цвет, скажу вам сразу, не имеет значения, ну, желательно, конечно, чтобы не был красным. Серый, фиолетовый, любой какой, вот, допустим, я экспериментировал и с такими цветами, тоже работало. Поэтому подберите себе сами. Или же, если у вас есть длинное перо-марабу, уложите длинное перо-марабу, создайте дальше слегка удлиненный хвостик. Поэтому мы сейчас с вами подберем небольшую вот такую щепоточку, тоже приблизительно по величине, так, чтобы это было, как у нас зеленый, где-то пол ампулки, и уложим так, чтобы он был хотя бы наполовину длиннее нашего зеленого хвостика. И добавим люрекс. Мы с вами закрепили все материалы, которые нам необходимы. Я слегка увлажнил хвостик, чтобы мне не мешал. Для тела из оберточки, как мы уже изготавливали, отрезал полоску и взял перо. Перо, конечно, желательно, чтобы было достаточно ярких и с хорошей стекловидностью бородок. Перо. И ярких цветов. Ну, сами понимаете, это у нас один из элементов, который будет привлекать окуня. Теперь нам необходимо с вами слегка промазать клеем цевьё с нашей обмоточкой, намотать люрекс по телу, как вы это уже знаете. Потом пером и закрепим проволокой. Дальше продолжим. Вот, друзья мои, мы с вами сделали обмоточку пером. Хороший такой ёршик. Длину, величину подберёте себе сами. Самое главное, это то, что они, ну, вот, если не использовать мех, а только одно перо, они недолговечны. То есть, 3-4 поклёпки хорошие окуня, а если неудачные, то может быть и 2, если пером. Поэтому я вот и добавил мех песца, для того, чтобы был покрепче. Ну, и использовали мы материалы, которые бросовые, из тех, которые практически мы выбрасываем за исключением только лишь одного пера. Пробуйте, экспериментируйте. Можно огружать, для того, чтобы большую, это, площадь обловить, глубже окуня. То есть, вот такой рабочий вариант готов. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.